Психоневрологический интернат открылся в селе Юмагузино Кугарчинского района. Учреждение является филиалом Кумертаусского ПНИ. Официальное открытие проходит без особого торжества, но с участием многочисленных гостей. Поскольку интернат фактически начал свою работу порядка трех месяцев назад, и 27 октября на базе учреждения проходил республиканский семинар. Поэтому для решения важных вопросов приехали представители социальных учреждений региона. Работа проходила при участии министра труда и социальной защиты населения Ленары Ивановой. После официальной части гости приняли участие в посадке деревьев. Для большой территории учреждения это как раз кстати. С годами созданная аллей станет не только украшением, но и местом отдыха для проживающих здесь. В интервью министр труда Ленара Иванова обозначила важность открытия учреждения такого типа. На момент, когда шла реконструкция этого объекта, у нас очередность в местах психоневрологических интернатов составляла порядка 200 человек. Это очень много, потому что люди, которые в семье имеют людей с такими отклонениями, они прекрасно знают, какая это большая беда. Потому что невозможно оставить человека одного дома, очень опасно фактически, как для окружающих, так и для самого человека. Поэтому родственники очень много, многие приходили на прием ко мне, к главе республики и ставили эту проблему. То есть мы вот очень больше всех знаем эту беду и эту проблему и какие трудности бывают у тех, у кого в семье такие есть больные. Поэтому актуальность именно учреждений психоневрологического профиля у нас не вызывала никаких сомнений. И сейчас, когда мы уже начали его эксплуатировать, можем уже с гордостью и радостно заявить, что проблема очередности в таких учреждениях у нас ликвидирована. Далее все участники мероприятия прошли в здании. Руководитель филиала Галия Паров провел экскурсию по отремонтированному корпусу. В здании для людей, страдающих различными психологическими расстройствами, созданы все необходимые условия. Помещение реконструировано по всем требованиям доступной среды. В здании, кроме лестниц, с первого по четвертый этаж обустроены широкие удобные пандусы. Есть три пассажирских лифта. Бывшие офисные здания Башводохранилища буквально перекроены под социально-медицинские учреждения. Клиенты проживают в уютных комнатах по 2-3 человека. Здесь находятся люди, которые не могут самостоятельно жить в социуме, оставаться в семье. Лица, нуждающиеся в постоянном уходе медиков и психологов. На сегодня рассчитанный на 120 мест интернат почти полностью заселен. Комнаты оборудованы санузлами, душевыми кабинами. Кроме этого, имеются кабинеты парафинотерапии, сухие углекислотные ванны, процедурный, душ-шарко, физкабинет. В цокольном этаже находится тренажерный зал с велотренажерами, беговыми дорожками. Также есть массажный кабинет, кабинет стоматолога, актовый зал, библиотека. Помимо медико-социальных услуг, для проживающих здесь предусмотрены меры для адаптации в обществе, для развития у них спортивных и творческих способностей. Предполагается трудовая терапия. Научить, предположим, копать землю, сажать растения, траву сажать, полоть, что-нибудь приспособить, чтобы они могли приспособиться рисовать, вот многие умеют петь, танцевать, выжигать. Творческие способности тоже. Творческие способности. Во всяком случае, все, что мы сумеем, что у человека заложено, постараемся вот эти дела развить. В ходе экскурсии Ленарь Иванова интересовалась режимом дня проживающих здесь, условиями, в которых они проходят лечение и реабилитацию. Свою оценку увиденному дали и члены делегации. Условия в данном новом построенном доме-интернате очень впечатляют. Все идеальное, все, так скажем, современное. Лифты, комнаты для отдыха, солевая шахта. Не каждый санаторий похвалится таким оборудованием, которое здесь, так скажем, было использовано. После ознакомления все участники семинара собрались в актовом зале. Обсуждались не только вопросы организации работы, оказания квалифицированной помощи. Речь шла и о поддержке самих работников социальных учреждений, которым приходится работать со сложным контингентом людей.